Александра Михайлова проводит экскурсию по Грузии вместе с нами. О добрых грузинах мы уже узнали. Вестеприимных. Как они могут всем угостить и оставить ночевать. Совершенно незнакомых. Все это прекрасно, конечно, и располагает. Очень хочется туда сразу попасть. Не то, что путешествовать охота, а просто поесть. Шучу, конечно. Природа там обалденная, да? Природа, да. Давайте по местам пройдемся. И по природным памятникам, и по архитектурным. Вот вы приехали в Тбилиси. Может быть, куда-то там посоветуешь пойти? Что именно тебе лично запало в душу? Не просто какие-то клише туристические? Ну, мы вообще, когда перед тем, как приехать, мы ничего, как умные Маши, не почитали. Никуда сходить, ни что сделать. Решили, что там на месте разберемся. И вот пока мы ездили по стране, нам местные люди рассказывали, куда сходить. И вот в Тбилиси, да, там очень много архитектурных памятников. Там безумно красивый город. У него есть две части. Новая часть и старая часть, древняя. Это же очень древний город. И там, то есть они не снесли какие-то архитектурные памятники и построили новый город. Они просто поделили его на две части. И вот в старой части, не то чтобы это достопримечательность, но это особенность, у них есть серные бани. Вот, это очень... Ну, так пахнет не очень. Ну, пахнет серовозародом, но первые секунд 15. А потом ты привыкаешь, ты весь пробахиваешь им, да? То есть особенность в том, что это, ну, не как в нашем понимании, баня, там, сауна, вот, у них просто такие большие джакузи с серной водой, вот, и душ, и все. То есть там никаких нагревательных элементов. Это типа как полезно, да? Да, 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 это безумно полезно для кожи. И как? Понравилось? Безумно понравилось. Мы там проторчали часа полтора, не заметили просто, как время пролетело. Вот, ну, это из таких вот каких-то вот изюминок, да? А вот если по местам, вот именно по вообще в стране каким-то природным памятникам, то там есть вообще все. И горы, и моря, и какие-то замки, крепости древние, там, 14-х веков, вот, то есть вообще на любой вкус отдых. Куда хочешь, туда и едешь. Замки тоже поблизости Тбилиси или где-то в другой стороне? Да-да-да, там все рядом, ну, в пределах, там, не знаю, в радиусе там 100-200 километров. 300, может быть. Не, ну, правда, рядышком, ну, это вот как, не знаю, как в Томск съездить. С Новосибирска, ну, правда. Совсем небольшие расстояния. Вот, ну, есть даже поближе, на север, там, схета, так называемая. Что это? Это населенный пункт, в нем тоже много ареструктурных памятников, безумно красивые горы, безумно красивые какие-то храмы, не помню, как они там называются, по-другому. Вот, и, ну, в общем, горы в сочетании вот с древней архитектурой безумно классно смотрятся. Что насчет местной кухни? Что удалось поесть, ну, вот, например, на том прекрасном званом мужелике семейном? Да, примерно все как у нас, они очень любят мясо, на гарнир картошечка, какие-то соленья, у них есть очень вкусный соус в кемале, это слива перетертая со специями, вот, казалось, он даже чувствует, что он сладкий. Да, к мясу, вот, ну, вино, конечно же, вот, с винами тоже много традиций у них связано, например, в восточной Грузии пьют, плохая традиция, плохой тон пить вино залпом, а в западной, наоборот, пьют залпом, потому что там меньше солнышка, оно не такое крепкое получается, и там не так просто напиться, вот, несмотря на то, что там, кстати, вот интересный факт, там очень много алкоголя, вина и чача, вот чача это как водка наша, только виноградная, да, безумно крепкая, там, 67 градусов, пьёшь, не чувствуешь, вот, и есть такая особенность, несмотря на то, что алкоголь в большом доступе, ну, есть такая традиция, что когда ты садишься за стол, ты должен очень много есть, много пить, ты пьянеешь, но когда ты встаёшь из-за стола, ты уже должен быть трезвым. А как это так? То есть ты в какой-то момент должен понять, так, ещё до конца застолья час перестаю пить, начинаю активно есть. Просто энтеросгиль берёшь с собой, да, шучу, ладно. Ну, много ешь, специально много ешь, вот, наедаешься, чтобы сильно не пьянеть, потому что, ну, пьяным за столом у время застолья можно быть, а после уже, уже походит, некрасиво. Некрасиво. То есть у них нет вот этих вот встал и танцуй, давай, мой любимый. Нет такого. Нет, да есть, ну, мы на грузинской свадьбе, к сожалению, не побывали, я думаю, там можно всё увидеть. Вот, а если это вот культурное такое застолье, то они действительно стараются всё это, ну, культурно как-то проводить. А вот это вот в виноградных листьях кушали? Да, долма? А, нет, нет. Не получилось. Не получилось, да. Что-то из сладкого, что-то на десерт заметили, такое интересное. Ну, десерт, ну, вот сейчас как-то не припомню, там всё больше, ну, конечно, шаурма. Шаурма, серьезно? Да. Ну, нет, не на десерт, просто в смысле, что первое, что я попробовала, это шаурма. Да? Ну, где-то в смысле, это стрит-фуд какой-то? Да, 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 это стрит-фуд. Ну, и что я тоже отметила, мы как-то зашли в какое-то столовую, вот, и обратили внимание, что в супе нет ни картошки, как у нас, ни каких-то макарон, лапши, ничего такого. Потому что, ну, я удивилась, уточнила, мне сказали, потому что второе отдельно, первое отдельно. Мы никак, мы не всё кидаем в суп. То есть, у них в супе только какая-то зелень, мяско, там, бульончик, вот, и... Жижа, в общем. Жижа, да. Жижа на мясе. Нет, они при этом очень наваристые, они очень острые, очень наваристые, они сытные, вот, но никаких тебе картошки, макарон, и вот это вот всё. Что-то ещё удалось подметить из традиций, каких-то привычек, кроме того, что они очень гостеприимные, и вот вставать из-за тола нужно трезвым что-то наподобие из-за их привычек? Нет, ну, на самом-то деле, не всё прям так идеально и гладко, то есть, бывали ситуации, когда, ну, так как очень много торговцев, много таксистов, все пытаются постоянно видеть, что туристы постоянно пытаются загнуть цену, вот, то есть, ну, это нормальная ситуация, думаю, в любой таксисте, особенно в туристический сезон, вот, но... Особенно в чемпионате мира таксистов срубили, наверное, бешеный день. Вот, и, то есть, как из этих ситуаций выходить, то есть, такой маленький лайфхак, просто у местного нужно спросить, а какая реальная цена? То есть, ну, у какого-то прохожего или, там, просто у сочувствующего, вот, они всегда тебе покажут, расскажут, объяснят, как тебе нужно общаться с таксистом, каким тоннам тебе что сказать, и цены можно сбить вдвое, втрое, в четверо, вот, то есть, вот настолько. То есть, даже тон покажут, и приходилось, и... Нет, 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 нет. Вообще, что касается денег, экономно можно съездить? Цены гораздо ниже, цены пониже, чем у нас, поэтому, поэтому они так и цены ломят, потому что знают, что у туристов, особенно из России, там, из Москвы, там, из Питера денег-то луку, простите, вот, а у них, да, у них как-то все поменьше, пониже с ценами. То есть, в ресторан, там, можно сходить, мы как-то сходили в ресторан просто на берегу моря, в Батуми, то есть, на берегу Черного моря, туристический сезон. Мы поели на двоих что-то на 15 или на 20 лари. Один на лари 25 рублей. Ну, вообще, на 500 рублей в ресторан вдвоем сходили. Ну, да, это очень круто. И, наверное, потом пойми наедать так, чтобы... Нам еще вина налили, там, еще что-то, ну, от заведения, там, просто. Ну, вот, то есть, в этом плане вот это достаточно... С Акжаником нет проблем, да, везде можно менять. Да, да, да. Надо валюту или русские рубли меняют? Русские рубли. Меняют. Да, да. Ну, понятно, что в центре где-нибудь, там, в Билиси, Кутаиси, там, курс поменьше, думаю, там, и в Боржоми тебе поменяют, и где-нибудь, в общем, везде. Но обязательно нужно иметь наличку с собой, да? Нет, нет. Ну, там тоже везде банкоматы и все. Нет, это... Ну, на рынке разве что. Ну, на рынке разве что. Нет, там, там, это, как бы, стереотип, что там страна, там, Третьего мира, или как-то нет, у них там очень-очень все развито, столько же банкоматов, сколько и у нас, дороги чистые, там безумно чисто, кстати. Вот, вот, в этом плане можно, есть чем поучиться, вот. То есть, идешь, как в Европе, там, не знаю, такой у меня прям восторг был, вот, потому что, да. Есть какой-то лайфхак еще у тебя, как у человека, который прошелся по Грузии, для тех, кто туда соберется? Может быть, что взять с собой, или, там, куда не ходить, или как не говорить с грузинами? Что-то такое, с практической точки зрения? Ну, нужно помнить, что это страна, которая чтит свои ценности, свою культуру, у нас высокоморальными ценностями. И если, как бы, молодежь в больших городах, опять же, более такая... Раскованная. Раскованная, да. То, как бы, в горной местности, или где-то в окраинах, люди очень, как бы, чтят свои традиции. И если, допустим, девушка без кольца, а вы идете с молодым человеком за руку, или подружкой, или, не дай бог, целуетесь, то пеняйте на себя. Потому что это у них... Кто-то может даже, наверное, подойти и сделать замечание, да? Да. Кто-то может подойти и сделать замечание, да? Как бы, у нас, то есть, ну, такая не очень, да, такая красивая ситуация получилась, но мы изменились, сказали, что мы просто как-то не знаем. Вот. Ну, это было прямо на границе с Абхазией, вот. А нам потом рассказали, что там вот, рядом с Абхазией, там живет народность такая, Мегрева, называется, вот. Это как раз-таки люди, ну, не такие приятные, как вот грузины в общем нашем понимании. Что-нибудь из грузинского языка запомнила? Не, было одно слово. Смеялся, что, наверное, нецензурно я что-то вспомнила. Я думал, что история закончится тем, что пришлось парню делать предложение Саше. Нет? Нет, пришлось. Привет, парня, сейчас такой... А он слушает, скорее всего, да, привет, Леша. На самом деле, это был такой длинный-длинный тост. Нет, серьезно, какое-нибудь слово по-грузински-то мы с Сашей кроме вахни ничего не знаем. Я забыла, я помню, как, здравствуйте и до свидания. Не, один грузинский мальчик, он, кстати, говорил по-английски, учил нас грузинским словам, но если бы он каждый раз, когда слышал, как я произношу, он катался по-пову. Это было слово, сейчас вспомню, что это типа шеуритс-копфа, как что-то так. Но сначала то ли страдание, то ли, к сожалению, что-то такое. Мне понравилось это слово, потому что там несколько букв кэ, в общем, они по-разному произносятся. Кажется, что-то их хо-хо-хо. Да-да-да. Спасибо большое. Александра Михайлова была у нас в студии, и мы прошлись по Грузии, но практически пешком.